Игромания.ру представляет Не секрет, в общем-то, что игромания не самая лучшая времена сейчас переживает И мы сейчас не можем себе позволить прямо-таки ежедневный продакшен на сайт Хорошая новость заключается в том, что, возможно, так эта ситуация изменится Это временно, то есть когда-нибудь Дейли, может быть, вернется Может, даже в скором будущем И если и вернется, то будет несколько круче, потому что, на самом деле, то, что задумано, оно, конечно же, опережало То, что было реализовано, хотя, я считаю, Дейли была на Гонгу выше, чем Викли И уже, в общем, мы реально гордились, когда ее запускали По крайней мере, для ежедневной передачи, ну, мне кажется, она безумно крутая И легко смотриблема была, в отличие от других, скажем, ежедневных передач, которые я ни одну не могу досмотреть до конца Она, по-моему, была уникальна даже, поэтому это не отнять Но, к сожалению, мы приостанавливаем производство передачи Нам тоже обидно, на самом деле, потому что много сил вложили только вот в то, чтобы ее запустить Сколько месяцев было потрачено, чтобы это создать, придумать, весь процесс отладить То есть это огромное количество сил, и вот, к сожалению, они превращаются в то, что пока Дейли больше не будет Ну да, но, к сожалению, пока продолжать мы уже не можем в прежнем ключе Это, в общем-то, не значит, что видео-жизненная игромания рук прекращается Мы, в общем-то, будем делать несколько более простые форматы в изготовлении, но все-таки делать и на регулярной основе Ну и в целом, надо не забывать, что во что поиграть на этой неделе на сайте все еще будет выходить То есть тема недели не будет, да или не будет, но во что поиграть, это то, что мы считаем должно остаться при всех наших невзгодах Мы будем стараться делать эту передачу дальше А более простые форматы, о которых мы говорим, они уже начали появляться, всевозможные летсплеи Есть еще много разных идей, и мы даже, наверное, будем выделять их в отдельную категорию По рубрикам разбиваются Предварительное название VideoMoneyJunkYard Там при более простых технических средствах производства, возможно, будет даже больше авторского какого-то отношения Может быть, даже некоторыми интереснее, чем простые новостные передачи В общем, ничего не заканчивается, возможно, все лежащие месяцы, наоборот, все станет лучше И в целом мы продолжаем жить А вам предлагаем насладиться последним выпуском VideoMoney Daily Поехали! С вами VideoMoney Daily Новости игровой индустрии без лишней болтовни Анонсы дня Студия Happy Giant анонсировала игру по мотивам популярной серии комиксов О похождениях человекообразного кролика-самурая Усаги Йоджимбо Игра получит подзаголовок «Way of the Ronin» и выйдет на PC и портативных устройствах Прочие подробности о проекте разработчики обещают сообщить в ходе выставки Comic-Con События Суд Евросоюза разрешил игрокам перепродавать цифровые версии видеоигр, которые они приобрели Вне зависимости от ограничений, наложенных пользовательскими соглашениями с сервисами вроде Steam и Origin По мнению суда, право издателя на эксклюзивное распространение продукта заканчивается после его первой продажи И компании не имеют права вмешиваться в его дальнейшую судьбу Компания Николая Поменко «Маруся Моторс», специализирующаяся на производстве дорогих спортивных машин Заключила партнерское соглашение с Electronic Arts Первым его плодом станет появление в онлайновой игре Need for Speed World автомобиля «Маруся B2» Чтобы прокатиться на красавце автокаре в реальном мире, придется выложить порядка 6 миллионов рублей «Маруся B2 Need for Speed» — это работа Интересное за сегодня По слухам, группа энтузиастов во главе с бывшим вице-президентом игрового подразделения Microsoft Эдом Фрайсом И одним из создателей читалки Amazon Kindle Муффи Годиали Работает над новой дешевой консолью под названием OUYA Якобы ее стоимость составит всего 99 долларов Работать она будет на операционной системе Android А игры для нее смогут разрабатывать все желающие По словам Дэвида Кейджа, минувшая E3 оставила у него ощущение, что игровой индустрии катастрофически недостает свежих идей И разработчики боятся рисковать, когда им следовало бы открывать новые горизонты Тем временем из уст Уоррена Спектора раздалась критика в адрес самого Кейджа Уоррен признает, что тот — один из лучших сценаристов и рассказчиков индустрии Однако Спектору не нравится, что в проектах Кейджа игроки никогда не смогут сделать ничего, что заранее не предусмотрел геймдизайнер Новое видео из тактического шутера Arma 3 акцентирует наше внимание на боевой технике, которая появится в игре Как всегда, во главу угла разработчики ставят реализм Это касается буквально всего — от физики движения и ведения огня до звуков и погодных эффектов Новости одной строкой Студия High Moon, известная по играм про трансформеров, готовится анонсировать проект о супергероях вселенной Марвер Blizzard отвергла обвинение в том, что банит пользователей за использование Linux И заверила, что репрессиям подвергаются только мошенники Босс Microsoft Studios Фил Спенсер заявил, что по качеству графики Wii U практически не отличается от Xbox 360 На этом мы прощаемся с вами Увы, не до завтра Сегодня в эфире был последний выпуск «Видеомании Дейли» Мы рады, что вы были с нами, но вынуждены на неопределенное время приостановить выпуск программы Не стоит этому огорчаться, ведь впереди нас ждет еще много интересного И коллектив «Видеомании» продолжит готовить для вас новые материалы И держать вас в курсе всех важных событий игровой индустрии До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!